Еще один кандидат партии «Единая Россия» заявился сегодня для участия в праймерис. Преподаватель экономических дисциплин Ненецкого аграрно-экономического техникума Ярослав Дмитрук написал заявление и предоставил пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России», который определит кандидатов в депутаты окружного собрания. Ярослав Дмитрук, уроженец Ненецкого округа, окончил Северный федеральный университет по специальности «менеджмент». Активист общественной молодежной палаты при окружном собрании депутатов. Одной из основных проблем региона, которую намерен решать, Ярослав считает трудоустройство молодежи и привлечение в округ специалистов. Я считаю, что проблема эта достаточно серьезная уже стоит для округа и нужно все-таки ее как-то решать. Я, возможно, вижу несколько вариантов для себя, как можно решить эту проблему. Ну и, соответственно, та возможность, которую дает сейчас и партия «Единая Россия» вот этой программы политстартапа и возможности молодежи больше, да, участия в политической какой-то жизни страны и региона. Эти возможности дают как раз-таки шансы что-то изменить. По мнению организаторов, «Праймерис-2018» особенно популярны среди молодежи. И это не случайно. В рамках проекта действует программа «Политический стартап», в рамках которой молодые участники «Праймерис» могут получить опытного политического наставника из числа действующих окружных политиков. На сегодняшний день в утвержденном составе наставников 16 человек. Кстати, Ярослав Дмитрук выбрал себе у учителя депутата окружного собрания Виктора Кмитя. Наставниками у нас являются опытные политики, действующие депутаты, собрания депутатов Заполярного района, также секретари местных отделений партии, которые, собственно говоря, оказывают всестороннюю поддержку, помощь в подготовке своих программ, как себя позиционировать в рамках политического поля. Выдвижение участников пройдет со 2 апреля по 28 мая, тогда как их регистрация должна пройти не позднее 13 мая. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.